Йоу, всем привет! Сегодня вас ждет продолжение трагического, драматичного сериала, потому что жизнь, боль, часть вторая. В главной роли сегодня ТВП Т-50-51, топовый чешский танк 10 уровня. Играем мы на карте Рыбацкая бухта, во взводе вместе с модераторами, сюрприз, Русланом и Андрюхой Николаевым. И сейчас в начале этого боя вас ждет еще один урок о том, как поднять статистику World of Tanks, как стать успешным игроком. Секрет этого успеха заключается в том, что если вы, как бы это сказать, не уверены в своих силах и знаете, что вам делать в начале боя, вы просто живите, отъедьте в какой-нибудь дальний куст и начинайте жить. В начале этого боя я сказал Руслану и Андрюхе, что я не поеду на центр, потому что если у противника есть в команде 1, 2, 3 более-менее скиллованных СТ-шек, то я на этом центре, к сожалению, начинаю страдать. Я не могу там ничего толком сделать, но да, я признаю, я не умею играть на центре здесь, если у противника есть нормальные СТ-шки. Они не дают мне там нормально себя чувствовать. Поэтому я что делаю? Я просто туда не еду. И пока что на правом фланге все СТ-шки не светились. Неизвестно, сколько СТ-шек на правом фланге. И на правой фланге я тоже не еду, я просто живу. Ничего стыдного я не вижу в том, чтобы встать в куст и жить. Да, ну и при этом я, конечно, не хотел бы Руслана осуждать, что он невольно так умер в начале боя. Стоит вспомнить его шикарный бой на Т-49, видео, по которому есть, кстати говоря, на моем канале, где он 5 с лишним тысяч, по-моему, 5500 или 5600 накидал на Т-49, на котором у меня рекорд, кстати говоря, 5000 почти что ровно. Ну а с другой стороны засиживаться тоже вам не стоит. Стоит смотреть на миникарту, анализировать ситуацию. Вижу я, что я к панцирь Е100. Приглянулся этот кустик и решаю, я не спорить с ним. Кому этот кустик пригнулся лучше, так как калибр его орудия почти в 2, ну если не 2, то в полтора раза, в полтора, наверное, раза больше моего калибра. Сколько мне там, 150 или 180, а у меня только 100. Или сколько, сейчас скажу. Сейчас я точно скажу. Да, у меня 100 миллиметров калибр орудия. А почему же сериал называется «Жизнь-боль», спросите вы, если вдруг пропустили первую серию этого сериала. Называется он так, потому что у меня осталось последнее, последнее ЛБЗ на Объект 260. Называется это ЛБЗ «Охота на охотника». Настрелять нужно 4000 урона по ПТ-СА у противника, лыжить и победить в бою. Также мне доступно ЛБЗ на тяжелых танках. Там нужно натанковать и настрелять 14000 урона суммарно. ЛБЗ-шку на легких танках, ПТ-СА у Ярти я выполнил. То есть мне осталось реально последнее ЛБЗ до Объекта 260. Приехал по чат, я в курсе, что я после этого выстрела засвечусь. И здесь еще, кстати, такой момент. Перед этим боем я играл на Арти, ставил серверный прицел и забыл его отключить. Дело в том, что обычно на танках средних, тяжелых, легких я играю с отключенным серверным прицелом. Потому что иначе он дергается, когда наводишь орудие. Он, конечно, точнее, но непривычно мне с ним играть неудобно. Здесь я его забыл в начале боя и до середины боя я его так и забыл отключить. Поэтому по Батчетильону не удалось эффективно реализовать барабаны. Плюс планировал я уже откатываться назад. Я знал, что я после выстрела засвечусь. Я планировал 2-3 раза пульнуть и откатываться назад. Но Вафелька успела все-таки стрельнуть, по-моему. Вот это вот именно Вафелька, по которой, смотрите, кидаю с вертухи, попадаю. И вот промахиваюсь один раз, к сожалению. И она уходит за горизонт событий. Вместе с Андрюхой Николаевым поджимаемся мы по правому краю. Пока СТ-шки вражеские, кстати говоря, также по большей части или слились, или толком ничего не сделали на центре. Здесь мы минусуем, во-первых, Т-54 облегченный. И направляемся в сторону наших вафельных друзей, точнее, вафельного друга. Который здесь не один, которого здесь прикрывает ягг-панцирь С-100, он же ягодица, который стоит бачком. Который этот бачок получает, присаживается на каток и получает в этот каток еще раз. Ягг-панцирь С-100 был фуловый. Был когда-то. Но через 24 секунды я заряжу еще один барабан, и мы посмотрим, что останется от этого ягг-панциря. Продолжаем мы продвижение по правому флангу. Вижу я, что яга стоит бортом ко мне, значит, нужно что делать? Ее добирать. Удачно получается посадить ее на каток. И вижу я в этот момент, что вражеский конкурент, мой ТВП Т-50-51, начинает по мне разряжаться. Значит, нам нужно срочно откатиться от него. И последнюю пулю я не скидываю. Я отсвечиваюсь, еду. Последнюю пулю в ягодицу все-таки пристреливаю. Пристраиваю. Так вот, когда ТВП Т-50-51 начинает по вам разряжаться, вам нужно немедленно, незамедлительно откатываться назад. Потому что разряжается он, как вы видите, в буквальном смысле моментально. Перезарядка между выстрелами полторы секунды. Соответственно, полностью барабан. Первую пуль он стреляет. Через полторы секунды вторую, через три секунды третью и через четыре с половиной секунды четвертую. За четыре с половиной секунды ТВП Т-50-51 вливает в противника в среднем 1280 единиц урона. Да, соответственно, если Шкода начала по вам разряжаться, сделала по вам первый выстрел, нужно срочно вам откатываться. Пробую я здесь выцелить Шкоду как раз эту самую. Но она откатывается в укрытие. Жду я своего созводного, который чуть более фуловый, чем я. Дожидаюсь. Ну, почти дожидаюсь. Сейчас я все равно его дождусь. Я так смотрю по сторонам. Дожидаюсь, дожидаюсь. И сейчас я его дождусь. С его помощью мы поедем. Изначальная идея была поехать в город, помочь нашим ребятам в городе одолеть противника, потому что здесь с фуловой вражеской Шкодой очень рискованно перестреливаться. Она меня, естественно, с барабана заберет, а Андрюху она с барабана почти заберет. Ну, смотрим, что из этого получится. Засвечивается как раз эта Шкода, которая начинает разряжаться по созводному. А я тут же начинаю разряжаться по ней. Три пули удается пристроить в цель. Это хорошие новости. И еще хорошие новости заключаются в том, что Ваффентрагер союзно минусует эту Шкоду. Неприятнее всего по себе я это знаю, когда ты играешь сам на Шкоде, когда по тебе начинает разряжаться вражеская Шкода, потому что ты знаешь, на что она способна. И ты понимаешь, что через 4 секунды от твоего танка останется почти ничего. Здесь, к сожалению, Ваффляя из Инвиза начинает разряжаться по Андрюхе. Успевает он дать мне еще один дамаг по Объекту 140. Объект 140. Что-то ему здесь не понравилось. Пробует он отсюда убежать. Давайте же посмотрим, получится у него это сделать или нет. И в этот момент, после того, как минусанули мы совместными усилиями Объекта 140, я замечаю, что у меня осталось 5 бронебойных патронов. Это значит, что я смотрю на дамаг панели, вижу, что я настрелял 6300 урона. И я начинаю лихорадочно считать ХП, которое я настрелял по ПТ-САУ. 595 по Ваффле, 2015 по ЕГЕ, 2600 и того. Соответственно, если я пристрою еще один барабан 1300, то у меня почти хватит, почти хватит для выполнения ЛБЗ. Может быть, где-то какой-то бландик залетел. Или, может быть, удастся Ваффлю эту... Не знаю, ну, поджечь навряд ли, конечно, в башне удастся. Но, может быть, в два раза пройдет высокая альфа. Смотрим, что происходит. Происходит у нас следующее. Ваффлю отвлекают союзники и совзводные. Я захожу из спины и начинаю моментально всаживать барабан. Смотрите, полностью, полностью я всадил в нее барабан. Но с этого барабана у меня выскочило только 1145 ХП. Не 1280 средний. Альфа больше не прошла. Идем мы смотреть результаты боя. И что же мы видим? Давайте считать. Здесь у вас всплывающая подсказка не появится. Придется вам поверить ни на слово, то БСК так не захватывает. 1145 по первой Ваффле. 595 по второй Ваффле. И 2000... 2015 по Яги. Итого 3755 урона. То есть мне не хватило одного единственного выстрела вот по этой, по первой Ваффле. Вы сами видели этот промах. Или мне не хватило того, чтобы прошла альфа. То есть 1280 в среднем с барабана. Прошло у меня 1150. Если бы прошло у нас не минус 150, а плюс 150, то как раз было бы 4000 с копейками. Эх, надеюсь, на этом мы заканчиваем уже этот сериал «Жизнь-боль». Третья серия, надеюсь, не выйдет в прокат. Ну, а на этом на сегодня все. Это у нас основной калибр. Поддержка. И, кстати говоря, за 7500 урона. Вторая только лишь степень. Лол, что? Я помню, я играл этот бой на стриме, но только на Твиче. И там зрителей мало, но некоторые все равно сказали. 7500 урона и вторая степень. Лол, что? Я говорю, это да, это вторая степень. В общем, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.